О величайшем событии библейской истории, Рождестве Пресвятой Богородицы, мы знаем относительно немного. О нем нет упоминания в Новом Завете, но благодаря священному преданию известно, что Пресвятая Дева Мария родилась в галилейском городе Назарете. Ее родителями были праведники Иоким и Анна. Иоким был выходцем из царского рода, а Анна – дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет, но были бездетны. Это стало источником их скорби, а также порицания и осуждения со стороны, поскольку в то время среди евреев считалось, что Бог наказывает бесплодием только тех, кто грешен и раскаялся в своем грехе. Но именно их, смиренных святых людей, Господь избрал для величайшего дела – родить на свет дочь, которая впоследствии станет Матерью Божью и через которую будет дана благодать и спасение всему миру. В Богородице-Рождественском храме торжественную божественную литургию совершил благочинный Видновского округа протеерей Михаил Егоров в сослужении клириков благочиния и настоятеля храма. Сегодня у нас престольный праздник. Это особый храмовый день, когда празднуется память того или иного праздника, в честь которого построен храм. В частности, наш храм освящен и построен в честь Рождества Презвятой Богородицы. И сегодня у нас престольный праздник, сегодня праздничное богослужение. Вместе мы молились с благочинным отцом Михаилом и с большим стечением молящихся. После божественной литургии был совершен крестный ход. Необыкновенное радостное состояние бывает только на Руси. И вот надо сказать, вся каноничность и вся красота церковной службы, она присуща Руси, нашей Святой Руси. С праздником всех! С праздником Рождества Презвятой Богородицы! Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.